Юлия, здравствуйте! Обращаюсь к вам как к последнему человеку в этой очереди. Она сегодня очень длинная, и она зашла далеко за буквы Нарва. С какого-то времени это уже стало каким-то опорным пунктом в системе отчета. И скажите, пожалуйста, есть у вас надежда, что вы сегодня пройдете? Ну, я затрудняюсь ответить. Вы как-то собирали раньше информацию, понимали, во сколько нужно прийти? Сейчас два часа. Почему не с утра? Да. Ну, потому что я человек занятой, у меня нет возможности собирать информацию, стоять тут с утками. Поэтому, ну, два часа обычно как-то так, ну, более-менее по свободе мне казалось. Поэтому к двум часам. Юлия, ну, наверняка все равно вы понимали, что очереди-то большие, а вот вам прям надо ехать? Мне прям срочно надо ехать. Прям в Петербург. А если не секрет, что может позвать в такой сложный путь и заставить стоять, ну, все-таки под дождем и в такую не самой теплую погоду? Ну, какой секрет? Родственников я видела год назад. Откладывали мы поездку до последнего, поэтому сейчас уже не терпят ничего. Ну, то есть, они же тоже люди занятые, правильно? Им же тоже нужно быть свободными. Поэтому мы отсюда, а не вот... А если вы не попадете сегодня на погранпункт, не сможете границу перейти? Муж будет стоять. Есть где переночевать? И как дальше? Домой вернусь. А муж будет стоять, наверное. Я думаю, что завтра в любом случае мы перейдем. Вы местная? Местная. Вы счастливый человек. Вам есть где переночевать? И где еще переиграть эту ситуацию? Ну, возможно, но не отрицаю, да. Доброго пути вам, пусть все получится. Да, спасибо. Это не уничтожилось. Это одно раз. Не надо уничтожить. Угу, почему? Почему? Как вы прокомментируете? Скорее всего, потому что каникулы у детей начались. Нет, еще не у всех. Не знаю. А за границей в Европе уже начались? Я не могу сказать. Ну, здесь, вы видите, детей-то совсем мало. Мало? Да. Я не знаю. Вы видите, детей мало? У них совсем мало детей. А почему ухудшилось? Не понятно. Ну, все-таки. Да, предположения какие на этот счет? Потому что все границы везде закрыты. Киевсники закрыты. Ну, в смысле, Финляндия закрыта. А что еще? Блокума два дня ожидания, если на машине ехать. Да, это на машине, а на остановке там вообще-то уже стоят по 6 часов. Поэтому тут... Нам уже нету просто таких вариантов. Интересно, а что вчера было, если такая же длинная очередь вообще все прошли? Нет, вы не в курсе? Нет, осталось до 40 человек. Больше осталось. Некоторые просто усличат раньше и не записались. Ну, возможно. Мы с таким мальчиком встретились в кафе, который ушел. Он не знал, что надо записываться. Он ушел. А сегодня по новой станет. Запись пока работает, да? Это система добровольная. Ну, записи, которые не прошли. Да, да, вечером записываются. Списки вносятся. А вы не знаете, куда девались те люди, которые не прошли? Вот если они не местные, то что? Не знаю. Может быть, не знаю. Может, кто-то нашли какую-то ночевку. Может, кто-то предложил какой-то автомобиль, что-то приседать. Я не знаю.